Что это саенция и как и почему она работает? Уже пять лет. Спасибо, что смотрите новую серию шоу «Невообразимое». Это отрывок из низкобюджетного рекламного веб-сериала про Рочестерский технологический институт. Нас интересует сюжет про необыкновенную архитектуру. В корпусе 7 есть лестница Эшера. Ее построили, когда RIT переехал из центра Рочестера в пригородную Генриетту. Автор проекта — филиппинский архитектор Рафаэль Нельсон Лагонда. С 1968 года эта лестница поражает местных студентов. Существование лестницы подтверждается словами свидетелей, а многочисленные эксперименты окончательно убеждают вас, что невозможное очевидно возможно. Но не волнуйтесь, ничего сверхъестественного. Небольшая хитрость проектировщика и оптическая иллюзия. Это такой архитектурный прием. Обычное дело. Вы сдурели, что ли? Тут мужик ушел вверх и появился снизу. Это не просто поддельное видео. Было бы слишком просто. Это, на секундочку, многоуровневое исследование возможной реакции академического сообщества на физическое воплощение логического противоречия, проведенное посредством документального кинематографа, социальных сетей, аналитической философии и теоретической физики. Так сказано на одной из восьмидесятков страниц магистрской работы некого Майкла Лаканилау, выпускника кинофакультета RIT, любителя фантастики и мифотворца нового времени. Это было на заре третьего года аспирантуры. Проект Эшер был мифом, обретшим форму. Его целью было освоение 53 тысяч долларов, выброшенных в безжалостную пустоту сети. То была пара псевдодокументальных фильмов, то были поддельные сайты, то был год краудфандинговой кампании по сохранению мифа. Компания провалилась. Я соболезную, честно. Но поверь, тебе вряд ли понравится до конца жизни полагаться на свои юношеские проекты и жить за счет добровольных пожертвований. Сам не заметишь, тебе уже почти 40, а ты все так же сидишь в дурацком гриме, то есть все время распространяешь фейки про лестницу. Ты отлично справился как режиссер и интересно рассказал о своем подходе. В работе над Невообразимым не было ничего особенного. Стандартный процесс. Я написал сценарий, сделал раскадровку, и мы принялись за съемку. Но как речь заходит о подробностях, из тебя слова не вытянешь. Люди на этом видео прямо-таки прирожденные актеры. Да, но почему без конкретики? Тут у нас Кевин Шуновер, состоявшийся фотограф и владелец Flying Whale Studios. Рози Хан тоже из RIT и тоже работает в киноиндустрии. У меня не было времени искать всех остальных, но неужели спустя пять лет так трудно вспомнить хоть кого-то из прирожденных актеров? Я обычно лестницами не интересуюсь, так что не знаю. В тексте дипломной работы ты почему-то решил не расписывать подробно, каким именно образом, с технической точки зрения, была создана иллюзия лестницы Эшера. На тот случай, если захочешь поддержать миф. Боюсь, я не могу этого позволить. Разрушение мифов — моя миссия. Прямо сейчас метаданные этого видео всё глубже врастают в интернет. А я представляю покадровый разбор того, как была сконструирована эта лестница. Начнём. Подобно хорошему фокусу, это видео содержит множество элементов, работающих вместе. Нас интересует шесть разбросанных по ролику сцен, где, собственно, происходит невозможное. Тут у нас Кевин, ведущий. В двух следующих участвует Рози, ещё пара с мальчуганом в красной футболке на заднем плане, и ещё у нас приходит некий Дуэйн. Воссоздать события нам помогут новейшие технологии в области компьютерной 3D-симуляции. Управляет процессом естественный интеллект. Мой мозг. В первой сцене была монтажная склейка, ловко замаскированная движением камеры. Ведущий произносит монолог, поднимаясь по лестнице. Камера на штативе следит за ним, замирая, прежде чем ведущий повернёт за угол, сделав шаг в нужный момент текста. Теперь дело за оператором. Он должен остановить запись и проследить, чтобы бегущий вниз актёр никак не задел камеру. Дальше включается запись, и все делают вид, что ничего не произошло. Ведущий продолжает свою речь, а камера наклоняется и ловит его в кадр. Мы знаем, что это реальное движение камеры, а не анимация, добавленная на монтаже, так как смещение камеры создаёт параллакс, который заметен на перилах. А вот эффект трясущихся рук действительно цифровой. Видимо, слишком плавная камера создавала ощущение постановочности. И нет, у Кевина не было близнеца. Вообще, близнецы не так уж и похожи друг на друга, вы бы заметили разницу. Следующая сцена посложнее. Съёмка начинается внизу, основная сцена этажом выше, поэтому мы не видим практически ничего, кроме стен. Розе и оператор с камерой в руках идут вверх. Тут всё в порядке до конца лестницы, где камера ловко отъезжает влево и нас встречает ведущий. Вот только его там не было. На самом деле съёмку остановили. Кевин поднялся на следующий этаж, Розе ещё напролёт выше, а на её место встала другая девушка в точно такой же одежде, после чего... Запись продолжилась. Прекрасная операторская работа. Однотонный фон позволяет без проблем совместить Кевина со второй записи с движением камеры из первой и незаметно склеить при монтаже. Если смотреть отрывок покадрово, склейку видно, да и расстояние между ведущим и знаком выхода немного меняется. В остальном всё безупречно. Камера ловит спину убегающего двойника Розе, а настоящая Розе, как по сигналу, выбегает с площадки верхнего этажа. Странно, что в этой сцене есть ещё одна склейка во время поворота. Вероятно, снимали несколько дублей, затем выбрали лучшие для каждой сцены. Это кажется логичным. Правда, тогда использовать двойника не обязательно, может, вниз бежала настоящая Розе, а затем была склейка. Правда, следов монтажа я здесь не заметил. Да и зачем показывать только спину? В идеале стоило бы показать лицо. А ещё в идеале стоило использовать зелёный светофильтр на лампе накаливания, чтобы выровнять освещение. С кем не бывает. Но это мелочи по сравнению с тем, что происходит в этом фрагменте. Кевин идёт по лестнице, Розе остаётся сверху. Спустившись напролёт, он смотрит вниз и видит там Розе, а мы видим громадный мигающий белый прямоугольник. Это что вообще такое? Вероятно, нас пытаются отвлечь от странной руки ведущего. Но чтобы разобраться, что тут на самом деле происходит, придётся потратить несколько часов, кропотливо восстанавливая изображение кадр за кадром. И покажите мне психа, который решил бы за это взяться. Так я сделал. Всё ясно. На задний план наложили отдельное видео, где Розе машет рукой. Вот только Кевин, когда снимали его часть, перекрыл то место, где должна была быть голова девушки. Поэтому видео с Розе пришлось сдвигать пониже. Из-за этого склейка получилась неровной, а лампы на потолке совместить вообще не вышло. Ситуация, знакомая каждому создателю спецэффектов. Ты решаешь, а к чёрту, и просто закрываешь дефект каким-нибудь артефактом. Совет на будущее. Вместо белого прямоугольника используйте профессиональные инструменты. У Red Giant есть глич, у VideoCupilot — Twitch, а я разработал дичь. Далее у нас две сцены с детьми на заднем плане во время интервью. Тут всё просто. Разговор снимали на фоне пустой лестницы. Потом в несколько дублей сняли детей, наложили одно на другое и добавили эффект трясущихся рук. Кстати, узнали этого парня? Работа в духе Хичкока. Наконец, сцена с Дуэйном. Народу в кадре много, но трюк довольно простой. Дуэйн и ведущие перекидываются парой слов, затем Кевин идёт вниз. Вот он, волшебный момент. С естественной непринуждённостью ведущий перекрывает камеру, и всё, что находится за его спиной — фрагмент другого видео, где Дуэйн стоит на лестнице один. Всё, что происходит дальше, снято отдельно, и Дуэйн уже успел спуститься напролёт ниже. Мы видим его сверху ещё какое-то время, плавно исчезая за кадром. Шалость удалась. Теперь осталось спуститься вниз и встретить Дуэйна воплоти, ведущий в шоке, но не столько от трюка, сколько от невиданного им до сих пор приветствия. Отдаю должное, склейки сделаны великолепно. Некоторых я так и не разглядел. Я знал, что в этом видео меня будут дурить, но при первом просмотре я сам не сразу понял, где тут подвох. Но, Майкл, ты хотел большего. Ты хотел убедить всех в своей лжи. Ты хотел сделать вирусное видео. И тебе удалось. Но ты не был готов к последствиям. С ростом популярности ты стал блокировать нарушающие авторские права перезаливы, но почему-то не все какие-то ты оставлял. И дело было не в тщеславии и не в деньгах за рекламу. Ты хотел контролировать скорость распространения мифа, чтобы она не обгоняла твой производственный график. Цель была заманить толпы любопытных зевак на день открытых дверей в твоём институте. В официальной программе на сайте ты указал, что тебя можно было найти в несуществующей аудитории, но некоторым это всё же удалось. За проявленное упорство ты поведал им правду. Довольны остались не все. Вот чёрт. Ты уговорил этих людей хранить молчание, чтобы не вскрылась правда. Ты уже давно покинул институт, но страждущие до сих пор приходят сюда в поисках той самой, настоящей подлинной лестнице, где их отводят совершенно не туда уставшие от незваных гостей сотрудники. Чарльз, вы слышали про лестницу Эшера? Да сколько можно? А виной всему твой разросшийся продуманный миф! Пожалуй, я перегибаю палку. Зря я, наверное, выставляю твоё исследование в дурном свете. Вскоре после выхода видео ты сам себя разоблачил, и многие комментаторы признали, что получилось довольно забавно. Вот только искусственные мифы сами собой не исчезают. Видео всё ещё бороздит просторы сети, словно фрегат без флага. Что от него ждать в нашем мире, где так сложно отличить настоящее от подделки? И для многих это не довольно забавное видео. Это весомый аргумент. Если это правда, то что ещё может оказаться правдой? Если это ложь, то что ещё можно подделать? 12 миллионов человек не могут ошибаться. Я не рассказывал, как однажды сделал бутафорский бластер. Игрушка забавы ради, безвредная. Почти. Оказалось, что его мощнейшие лучи не действуют на молодых и здоровых, но вот те, кто находился в группе риска, испытывали лёгкий... дискомфорт. Я такого не планировал, никому не хотел зла. И ты, полагаю, тоже. Но хоть ты закрепил ссылки на разоблачающие видео и даже сам несколько раз объяснял всё в комментариях, многие не перестали верить в увиденное. Миф — это история, которая успела стать частью культуры. У истории есть мораль, какая-то мысль, которую нужно донести. А то, что в каком-то американском колледже есть физически невозможная лестница, ну, это просто ложь. Я вроде бы понимаю, чего ты хотел добиться, но я никак не могу понять, зачем. Никогда не забуду, как в своё время посмотрел «Близкие контакты» и «Космическую одиссею». Эти фильмы поражали, дарили ощущение чего-то необычного. С тех пор я хочу создать нечто, что подарит людям схожие впечатления. Такие, какими я их запомнил. Я сам уже давно не испытывал ничего похожего. Уж не знаю, в чём дело. То ли я стал старше, то ли фильмы стали хуже. Я не знаю, не хочу делать поспешных выводов. Я недавно смотрел «Новый звёздный путь» и «Супермена», который человек из стали. Вроде бы эти фильмы должны вызывать схожие эмоции, будто я снова смотрю «Космическую одиссею». Повторю ещё раз, не знаю, почему у меня больше нет похожих эмоций. Знаю только, что их больше нет. А, да брось. Это же нормально. Дело не только в том, что те фильмы были хорошими, но ещё и в том, что ты был юн. Нынешним детям нравится этот жуткий перезапуск «Черепашек-ниндзя», а может и что-то похуже. На стол их черёд искать вдохновение и твой – вдохновлять. И не обязательно искать какие-то новые форматы. Хорошей истории достаточно. Я тут слушал одну книгу на сайте с книгами, которые можно слушать. «Тысячеликий герой». Кажется, её написал Джози Каммел. Там про структуру повествования. Для хорошей истории важно, чтобы был главный герой. Желательно личность, а не двумерное картонное создание. У персонажа должна быть внятная цель. Например, почесать спину. Пусть использует голову, чтобы добиться результата. Сталкивается с неожиданными препятствиями. Каждое пройденное испытание не только приближает к цели, но и закаляет характер героя. Как вдруг происходит нечто катастрофическое, и кажется, что весь путь проделан напрасно. Но вдруг появляется неожиданное решение, и они добиваются цели. Но победа даётся дорогой ценой. И пусть герой возвращается к прежней жизни, но он никогда не будет прежним. Либо, если автор умён, героя можно отправить в новое приключение, возможности почти безграничны. Сиквелы, фигурки персонажей, и, конечно, фирменная фраза для постера. Что-то вроде «Любите всем сердцем, для остального используйте мозг». Переведено и озвучено студии Верт Дайдер.